привет всем добро пожаловать ко мне на канал микрофон я алексей и мы продолжаем проходить бесконечное лето основную версию проруд ульяны для начала хочу вас всех поблагодарить за ваши позитивные комментарии за поддержку и так на чем же мы остановились прошлой серии остановились мы на том что вожатая семена дала задание вернее несколько заданий на выбор и вот теперь ему предстоит выбрать куда же пойти кому помогать что же давайте посмотрим наконец тоже он выберет кстати хочу извиниться за то что немножечко подхлепливаю и заранее извиняюсь если где-нибудь там петуха ладно продолжаем что именно думала вожатая было понятно и так видимо ты еще до конца не понял как важно участвовать в общественной жизни ведь только так ты сможешь стать образцовым пионером еще одной длинной лекции на эту тему я бы просто не пережил поэтому решил согласиться на предложенные ей варианты в конце концов ответы в этом мире можно найти в самых неожиданных местах наверное ну или мне за тебя выбрать голос возжатый не терпел в отражений уж как-нибудь сам проворчала себе под нос и вышел из домика и что же мы выберем значит когда мы ходили за славью мы выбирали помочь славе да значит там за лену по умы играли мы выбирали вот ребятам постройки гигантских роботов помочь нам или там еще за кого-то проходили не помню в общем остался у нас один пункт это ладно я помогу спортивному клубу а ведь как узнаете наверняка да заметили наверное уже что ульяна она лично спортивный у нас тоже любит играть в футбол гонять поэтому отправляемся туда я надеялся что под предлогом помощи спортивному клубу получится улизнуть от работы у них и так наверняка хватает народу и без лишней пары рук они вполне обойдутся однако дойти до спортивной площадки все же следовало хотя бы чтобы отметиться а то вдруг ольга дмитриевна потом узнает что ее образцовый пионер тунеядствует пренебрегая общественно полезной деятельностью мало ли у них тут есть наказание похуже выволочки на партсобрании такое развитие событий никак не входило в мои планы однако вместо уборки по краске починки и прочего ремонта на футбольном поле во всю шоу матч играли пять на шесть я пригляделся к участникам и узнал ульяну не буду им мешать просто посмотрю команды были явно не равны по силам одна из них состояла полностью из малышей детей лет по 12 в другой были сплошь ребята постарше к тому же за нее играла ульянка ну и ладно что может один человек тем более девочки но вскоре я понял что ошибался ульянка технично работала с мячом обыгрывая соперником одного за другим и конечно не хватало умения играть на команду но на таком уровне этого и не требовалось голы она забивала регулярно я подошел поближе к полю эй давай с нами у них одного человека не хватает так вот как вы тут занимаетесь общественной работой а мы уже все сделали обиженно утразила ульянка ну вот о чем я и говорил немножечко дал петуха я я глядел спортивную площадку лавочки покрашены сетка новая натянута хм когда только успели заходи за ней ну раз отказался в прошлый раз то сейчас пожалуй сыграю мяч на центре поля мы начинаем я первым же касанием аккуратным ударом кладу мяч в девятку ворот соперника на самом деле это не составило особого труда поля в длину была от силы метров пятьдесят а вратарь чужой команды даже не доставал до перекладины спустя какое-то время счет стал уже равным хотя в начале моя команда отставала на семь или восемь голов справедливости ради надо отметить что и команда ульянки забила парочку мячей за это время точнее забила она а нельзя сказать что в ее арсенале был набор финтов ронардиньо или пилигранные удары бэкхэма она просто прокидывала мяч в стороны и подходя в упор к воротам била что называется спыра однако такая нехитрая тактика приносила свои плоды я не мог уследить одновременно за всеми игроками команды противников а мои товарищи были плохой подмогой конечно играл я гораздо лучше их всех и в принципе мог забить столько сколько бы захотел но тогда мне казалось это не спортивным ведь главное не победа а участие но после того как ульяна сказала пенальти бьем кто выиграет тот и победил в матче я решил что проигрывать совсем не хочу к тому же к тому моменту счет был 11 9 в нашу пользу так что не было смысла отказываться вставай на ворота я тебя буду бить потом ты мне по одному удару спросил я да ответила она я встал на линии и приготовился она разбежалась и ударила прямо по центру мне в руки так не честно что не честно я перебью перебей сказал я с улыбкой второй удар у нее вышел совсем в молоко еще хочешь нет уж шаркнула она но ты мне точно не забьешь посмотрим аккуратным ударом я положил мяч вправую от нее шестерку ульяна даже не дернулась впрочем было незачем такие пенальти не берутся получается я выиграл она промолчала и лишь обиженно посмотрела на меня надо было как-то разрядить ситуацию да ты не расстраивайся я же просто и тут заиграла музыка прозывающая пионеров на обед ну ладно еще отыграюсь она рассмеялась помахала мне рукой побежала в сторону столовой подчеканив немного мяч я направился за ней кто шагает дружно в ряд пионерский наш отряд дружно в лагере совенок пионеры шагали в основном в столовую но ведь так хотелось занять место где бы меня никто не побеспокоил как в прошлые разы просто спокойно поесть а для этого надо прийти хотя бы не последним но похоже события здесь происходят вне зависимости от моих желаний столовая была битком на входе как почетный караул вечного огня стояла Ольга Дмитриевна ну что Семен как сегодня потрудился неплохо молодец то ли еще будет да уж ладно садись к девочкам она показала на столик рядом с колонной за ним уже сидели Славя Ульяна и Лена неплохая компания ну по крайней мере не самая плохая я взял обед и подошел к ним не возражает если я присяду мои слова прозвучали несколько наигранно так как садиться все равно было больше некуда да конечно но будь любезен Лена промолчала сегодня обед состоял из борща возможно даже с мясом этого установить доподлинно не удалось мясо птицы по всей видимости курица обыкновенная с картошкой жареной и традиционного компота с каждым разом видать здесь нравилось мне все больше наверное я просто понял что выбирать особо не из чего а в таком случае нечего жаловаться на то что есть благо есть что есть пойдешь сегодня на танце не знаю пойдет пойдет куда он денется радостно ставила ульяна ты-то точно пойдешь конечно не упущу случай посмотреть как ты опросовалась и все она попала в точку поэтому я решил не отвечать а ты просил я Лену да ответила она коротко видишь значит и тебе тоже стоит пойти славя словно не оставляла мне выбора не забудь фраг надеть Ульяна видимо была так довольна своей шуткой что громко рассменялась но ведь мне действительно нечего надеть весь мой гардероб состоял из пионерской формы и зимней одежды которая даже вечером вряд ли покажется уместной ты-то в чем пойдешь ты-то в чем придешь массовик затейник секрет платьице как на детском утреннике небось ульяна покраснела от злости похоже я смог ее задеть нет костюм химзащиты специально чтобы от тебя не заразиться и чем ты планируешь от меня заразиться интересно ребята хватит не ссорьтесь слабоумием конечно же похоже ульянка опять была очень довольна своим на ее взгляд искрометным ответом знаешь если ты уже болеешь гриппом то простудиться не получится в эту игру могут играть двое а ты на что намекаешь да так и на что я хитро отвел взгляд то есть ты хочешь сказать она опять покраснела я ничего не хочу сказать ребята если в разговор вмешалась даже Лена то значит дело правда начало принимать плохой оборот туда прыгаешься туда просишься чего что ты поумнеешь наконец ах ой 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 вместо ответа ульянка взяла свою тарелку борща и опрокинула мне на голову эндшпиль закончился неожиданным финалом ах ты маленькая она вскочила из-за стола и попыталась убежать но в этот раз у нее ничего не вышло я схватил ее за руку ну а дальше что ни головы же я об стол не моя сцена продолжалась несколько секунд вдруг ульяна ловко схватила компот и плеснула и мне в лицо от неожиданности я отпустил ее руку она побежала куда-то в сторону буфета а я за ней результатами нашей гонки стали несколько опрокинутых столов гора разбитой посуды пять в разной степени покалеченных пионеров и полное изнеможение обеих сторон можно сказать ничья боевая ничья слишком боевая ничья мы стояли друг напротив друга и тяжело дышали больше не будешь так а ты сзади к нам незаметно подошла Ольга Дмитриевна действительно такой погром не мог пройти без последствий ну что довольны собой ее голос звучал спокойно но я был уверен что она вот-вот готова взорваться и кто все это должен убирать теперь так и произошло кто я спрашиваю кто он совершенно невозмутимо ответила Ольга она менее уверенно возразил я оба поставила жирную точку в не успевшем начаться споре пожатая вообще я не был уверен что моя доля вины случившимся больше однако Ольга кажется вовсе не считала себя виноватым ну вот еще не буду я ничего убирать это он все он начал вот и нет вот и да я не собираюсь разбираться в этих глупостях Семен иди возьми швабру совочек тряпку и так далее в кладовке а ты она посмотрела на Ульяну таким взглядом что мне стало жалко девочку ты немедленно начинай собирать разбитую посуду Ольга Дмитриевна отдышалась немного и продолжила от тебя одни проблемы сколько раз я тебе говорила я решил не дослушивать и пошел к кладовку которая находилась рядом с выходом и тут у меня родилась прекрасная мысль а почему бы не сбежать конечно Ольга Дмитриевна нас уже поймала но я то ни в чем не виноват может конечно образцовый пионер это не про меня но по сравнению с Ульянкой в любом случае все спишут на нее тем более заняться мне больше нечем как убирать тут надо искать ответы истина где-то там пронеслось у меня в голове такс а вот очередной выбор у нас что же нам нужно сделать а нужно нам остаться и помочь убрать Ульяне в столовой стало быть остаемся иначе мы на нее не выйдем остаемся нет сбежать не самая хорошая идея во-первых меня уже поймала Ольга Дмитриевна разбор полетов с ней устраивать совсем не хотелось во-вторых как никак я тоже был виноват конечно все затеяла Ульянка но если бы я не реагировал погрома можно было бы избежать наверное открыв шкаф я взял метлу швабру и совок Ольги Дмитриевны уже не было рядом с Ульяной она ушла как видишь Ульянка выглядела расстроенной и все детский задор куда-то исчез ладно подожди сначала пойду отмоюсь я бросил на нее злобный взгляд и направился к выходу смыв в себя остатки обеда я вернулся в столовую ну ничего не поделаешь придется убираться а то все из-за тебя она посмотрела так что у меня невольно мурашки побежали по всему телу конечно я во всем виноват я же у нас местное стихийное бедствие помолчи уж странно что она не отлынивает от уборки Ульянка могла спокойно оставить меня одного и убежать но почему-то напротив старательно собирала осколки тарелок мыла пол поднимала стулья и столы она делала все так быстро что я еле успевал за ней что-то ты чересчур стараешься а чтобы побыстрее закончить дурень голос ее звучал все так же недовольно слушай ну ты же понимаешь что нельзя себя так вести ну по крайней мере доводить до подобного я решил попробовать провести с ней нечто вроде воспитательной беседы а я ничего такого и не делала это же ты меня ребенком обозвал Ульяна взяла ведро тряпкой ушла в дальний конец столовой похоже обиделась окину взглядом гору битой посуды я понял что делом мы действительно натворили хорошо хотя бы ложки и вилки металлические если что будет чем есть но вот только из чего слушай крикнула мне Ульяна я подошел к ней поближе а почему ты меня так не любишь ее лицо стало настолько серьезным что я уже был готов поверить это не просто очередной розыгрыш почему ты так решила не знаю поэтому спрашиваю я тебя не не люблю просто иногда ты себя так ведешь ну сама знаешь это было чистейшей правдой как? не знаю она подняла на меня полное любопытство глаза ну зачем скажем было обливать меня компотом ну так ты же сам напросился впервые за все время уборки она улыбнулась да точно я глубоко вздохнул ну и какой реакции ты тогда ждешь от окружающих ну какой хитро ответила она в разговоре была поставлена жирная точка я молча продолжил убираться хм нам понадобилось несколько часов чтобы навести в столовый марафет и вот наконец вся битая посуда была собрана столы и стулья расставлены полвымыт мы с ульянкой сидели рядом с буфетом и отдыхали вот видишь сколько приходится потратить сил из-за одной глупой выходки а я совсем не устала вот струящийся по ее лицу говорил совершенно об обратном что рад за тебя чем займемся дальше ты не знаю а я пойду нет еще не все ты должен она замялась мне еще помочь придумываешь очередную глупость точно она широко улыбнулась тут я тебе не помощник у меня на сегодня одного наказания уже хватит а давай так если ты поможешь мне сейчас я больше не буду над тобой прикалываться вариант конечно выглядел заманчиво но я ни секунды не верил в честность ульяны хотя ради интереса можно и спросить и в чем же состоит твой хитрый план давай украдем конфеты что чего то такого от нее и стоило ожидать конфеты детям сейчас как раз повариха пойдет мусор выбрасывать так что нас никто не заметит я в этом участвовать не буду ну ладно она прыгнула и отвернулась тогда я сама и тебя я не я не успел закончить фразу а ульянка уже ловко перепрыгнула через стенку буфета подошла к шкафу открыла его и начала рыться там да подожди ты мало тебе что ли проблем с Ольгой Дмитриевной она не отвечала за такое тебя не просто убираться заставят янка закрыла шкаф в ее руках я увидел большой пакет с конфетами оно положено место она показала мне язык и выбежала через заднюю дверь это нельзя было просто так оставлять я метнулся за ней у девочки была приличная фора я вложил в погоню все силы второй раз я ей не проиграю мы прибежали по площади свернули к зданию музыкального кружка и выбежали на лесную тропинку я уже почти догнал ульянку как вдруг она остановилась у меня же так резко затормозить не получилось и я сбил ее с ног опа мы повалились на траву догнал по бедно закричал я ничего не догнал смущенно ответила она дуяна лежала подо мной ее лицо совсем рядом с моим я чувствовал прерывистый дыхание и жар тела конечно сейчас она еще ребенок скоро станет женщина все это меня сильно смутило насиловать будешь немного придя в себя сказала она а ты хочешь все таки в данной ситуации это было больше детской игрой а то она хитро улыбнулась и тихо хрюкнула или мне просто показалось а вот я что-то не очень ну и ладно ульянка больно укусила меня за нос от неожиданства я немного привстал этих мгновений как раз хватило ей чтобы вырваться и отбежать на несколько метров смотри а там пожалеешь она громко засмеялась и скрылась в лесу пакет с конфетами же остался лежать на земле рядом со мной хм вот видите интересно она специальных бросила время близилось к ужину так что нужно было поскорее вернуть конфеты и желательно очень желательно остаться незамеченным конечно я объясню всю ситуацию что их украла ульяна но кто мне поверит на входе в столовую меня уже ждала Ольга Дмитриевна молодец Семен а то вы про что пакет с конфетами опрятал за спину он был прозрачным да и таких размеров что в карман не запихнуешь я про убылку все чисто и аккуратно а да а ульяна где я бы сам хотел знать она скоро придет хорошо ну иди ужинит тогда я зашел в столовую там что не удивительно было полно народу как вернуть пакет так чтобы меня не заметили я и представить не мог конечно можно вечером но сейчас то куда мне его девать Семен я обернулся передо мной стояла Славя ой а что это у тебя она посмотрела на пакет который я не успел спрятать за спину раскрыт разоблачен опозорен и раздавлен это конфеты а откуда украла откуда ульяна отдала понятно значит она опять засвоил опять но она уже не первый раз ворует конфеты и почему я не удивлял давай их отнесу спасибо Славя в очередной раз спасла меня она взяла пакет и направилась к буфету у меня не было никакого желания слушать что она будет говорить отдавая конфеты так что я стал быстро бегать глазами по столову в поисках места похоже мне предстояло ужинать с электроником и шуриком сесть все равно было больше негде приветствую господа когда я общался с ними у меня то и дело возникало желание подколоть или просто сказать что-нибудь забавное и смешное может быть в моем положении вести себя так несколько рискованно брать электроники служили для меня источником позитива как ваши дела неплохо а твои с переменным успехом что-то случилось да много всего случилось расскажешь как-нибудь в другой раз как хочешь он развел руками после важного танца электроник хихикнул я в курсе кого хотел бы пригласить не думал еще об этом а ты я ну я кажется он не ожидал такого вопроса ульянку она обрадуется ну уж нет электроник неистово замахал руками а ты шурик пригласи Алису я пожалуй воздержусь он выглядел спокойнее своего товарища да ладно вам ребята весело будет и вообще у нас еще дела нам нужно робота доделывать отличная идея пригласить робота он у вас умеет танцевать он еще даже не ходит шурик кажется не понял прикол ну что будет прекрасная демонстрация наших достижений перед всем лагерем и что мы покажем то ты прав они обрастройно уткнулись в тарелке хм хм эм ужин закончился и пионеры начали расходиться а вы как напаладеньтесь спросил я шурика электроника — А нам особо нечего, так и пойдём. Он показал на свою пионерскую форму. Кажется, их совсем не волнует внешний вид. — Что же я тогда беспокоюсь? — Зимней одежде всё равно идти не вариант, так что пойду как есть. — Во сколько начало? — После девяти. — Ясно. Я вышел из столовой и полный грудью вдохнул свежий вечерний воздух. — Ну а вот что же у нас Семён предпримет дальше, и куда он направится, мы узнаем в следующей серии. Если вы ещё до сих пор не заснули, то не забудьте подписаться на мой канал, если вы ещё не подписаны, чтобы не пропустить следующую серию. И не забывайте оценивать мои видео, ставить пальчик вверх. Тогда я буду знать, что вам действительно интересно то, как я читаю. И что вам приятно слушать то, как я читаю эти истории. Ну вот, собственно, и всё, что я хотел вам сказать. Продолжим в следующей серии, а сейчас... Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует...